Дорогие друзья, хотел бы сейчас поговорить с вами, это школа Буфсеновского, о том, что когда человек начинает изучать Python, ему все под силу. Я бы хотел даже сказать так, что важно сделать Python частью своей жизни. Ну то есть заниматься, вот например, в школе потиху. Вот я хочу показать парня, Александр Ситушкин. Не так давно пришел, вот Саша изучает Жанго, где-то изучает игры и вот добрался до Пайкатэ. Да, программа не сложная, но здесь же вопрос не в том, сложно или нет. Сложнее можно позже написать это однозначно, важно понять смысл. Пока Александр написал на Пайкатэ, секундомер, он тут делился, то есть все работает, сбрасывается. Значит, видите, он ее запаковал в файл, библиотека создала длл и все прочее. Саша, под видео есть ссылочка, можно почитать. Саша рассказал, с чем столкнулся. Здесь есть возможность также скачать эту программу, посмотреть код. Просто-напросто ранее Александр пробовал писать игру. То есть все по чуть-чуть. Я говорю о том, что если мы начинаем изучать Пайтон и когда мы понимаем уже ООП, начинаем писать какие-то проекты для понимания, то мы можем разобраться абсолютно с любой библиотекой. Я рассказал очень важную вещь. Вот если с главной страницей или с любой вообще, начни здесь. И здесь есть рубрика «Почему Пайтон?». Почитайте, здесь я дал очень хорошие советы, как происходит понимание с нуля до промышленного программирования. Значит, где-то здесь Александр... Сейчас я найду. Вот он пишет просто... А, ну, это благодарность. Это я Сашу знаю с 2000-х годов. Вот он сразу, буквально через пару месяцев уже взялся сначала писать не на Тайкоте, а на Кинтер написал такую игру, потом уже перебрался на Пайкоте, изучая Джанго. Здесь он тоже описывал, изучал списки и походу решил написать программу. То есть саму программу он подсмотрел у Долсона, а уже его забота была сделать ей графический интерфейс. Значит, я утверждаю, что человек, который начинает заниматься Пайтон, вот это происходит в школе, хоть школа по Джанго, это основное направление, но как только мы изучаем одну-две библиотеки, все библиотеки, они построены на Пайтон. Нам становится доступным понимание. Вообще, по сути дела, вот мы берем, допустим, библиотеку Matplotlib, как раз, допустим, да, то она ничем не отличается от Пайкоте, нет. Логически она отличается. Допустим, при помощи Matplotlib мы можем в программе или на сайте отобразить графики, а Пайкоте это библиотека графических интерфейсов, или там, например, Джанго, это для работы с сайтами. Но на самом деле, абсолютно все программы состоят из модулей. По сути дела, модули это классы, которые в себя включают некие действия. В любой библиотеке наша задача это разобраться, что делает тот или иной модуль, и просто брать и применять этот код. На начальном этапе это сложно. Хотя вот эти все библиотеки в разделе искусственный интеллект мы начали изучать. Я к чему говорю? Вот те, кто занимается в школе, я заметил, что ребята изучают Джанго, потом начинают изучать какие-то другие библиотеки, например, Android. И везде у них есть успех. Все начинается с малого. Каждый день по шагу. Самое главное это не оставлять. Самое главное сделать частью жизни, частью процесса, и обязательно вы будете программировать. Просто, ну, есть вот реальные примеры, когда люди пишут, ну, интересно пишут, да, начинают с простых вещей, потом делают все сложнее, сложнее, сложнее. Кстати, вот эти все истории это все выдержки с групп. То есть все, что здесь я добавлял, то, что люди писали в группах. Значит, обратите внимание, обратите внимание, зачастую новички пытаются запомнить. Запоминать ничего не надо. Суть в программировании, в других языках, и в Python, в том числе, это написание кода. Пишем код. Очень большое подспорье имеет группа. Например, в группе Google человек может спросить, то есть вы находитесь в процессе, вы постоянно получаете новые сообщения, что-то делает один человек, что-то второй. Само собой это помогает. Допустим, смотреть просто уроки, это бесполезно, так как, например, сами по себе шаги, сами по себе шаги. Они содержат довольно много еще информации, кроме уроков, пояснений, объяснений, поэтому, конечно же, очень важно быть в самой школе. Но вообще, я сегодня хотел рассказать об Александре, и рассказал о нем. Молодец, молодец, видно движение, и это же безумно интересно писать на Python.